Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Кинорежиссер приехал в Норильск для выбора места съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Погибший был членом гильдии кинорежиссеров России. По профессии Александр Владимирович – инженер-гидролог. Он работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. На заре карьеры Мельник работал корреспондентом в Молдове. Он выпустил книги «Горячее опробование» «Безумное зеркало». С 2006-го начал работать режиссером. Он снял фильмы «Новая земля», «Фантастика» о тюрьме на необитаемом острове за полярным кругом 2008-го, «Территория», драма с Константином Лавраненко об открытии грандиозного месторождения золота на Севере, 2014-й год, «Земля леопарда» или «Феномен человека» о национальном парке в Приморском крае. Для некоторых из них Александр Владимирович сам писал сценарии. У погибшего режиссера остались жена, трое детей и десять внуков. Один из его сыновей Антон Мельник является продюсером-гендиректором кинокомпании «Андреевский флаг», членом Союза кинематографистов России, лауреатом премии НИКА. Первым вниз сорвался оператор. За рассказами очевидцев Зиничев среагировал почти мгновенно и прыгнул за ним. Обоих пострадавших пытались транспортировать на вертолете. К огромному сожалению, до больницы они не доехали. Соболезнование выразил гендиректор Роскосмоса Рогозин о кончине главы МЧС. «Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», — отметил он. «Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Маскалькова с прискорбием узнала о случившемся. С чувством глубокой скорби узнала о трагической гибели Евгения Николаевича Зиничева. Настоящий офицер, человек беспредельной преданности своего делу. Он всегда был там, где тяжелее всего», — сообщила омбудсмен. Президент Путин также выразил соболезнования после гибели министра чрезвычайных ситуаций Зиничева. Об этом проинформировал пресс-секретарь главы государства Песков. «Президент Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Зиничева. Президента и Зиничева связывают многие годы совместной работы. Это большая утрата», — сказал он. Ранее Песков заявил, что президенту доложили о гибели главы МЧС. По информации МЧС, Зиничев погиб при исполнении служебного долга на межведомственных учениях по защите арктической зоны от ЧС в Норильске. Источник РБК пояснил, что министр погиб при попытке удержать сотрудника съемочной группы, который подскользнулся в ходе ведомственной съемки.